Пусть будет больше пузырей, пусть будет больше народу, пусть будет больше детей, и мы будем все счастливы. Семейные пары с детьми и молодые люди, одни и большими компаниями. Здесь встречаются старые друзья и заводят новые знакомства. Единственный выходной минувшей недели стал для пермяков еще одним праздником весны. Люди как бы немножко истосковались по краскам, приходят на это мероприятие, получают позитив, знакомятся с людьми. И как бы просыпаются, что ли? В сплочении людей, чтобы было все весело, задорно. Мы уже третий год ходим, каждый год в разных костюмах, вот нынче погода позволила одеться по-летнему. Позитивное настроение, яркая одежда и даже маскарадные костюмы. Участников Дня мыльных пузырей сложно не заметить. К разноцветной колонной они прошли от оперного театра до парка Горького. Все, что нужно для участия – хорошее настроение и мыльный раствор. Для большего веселья – дудки и свистки. На сей раз любоваться радужными пузырями вышло рекордное число народу – более 7 тысяч прямяков. День мыльных пузырей или Дримфлэш – отличная возможность на время вернуться в детство, считают участники мероприятия. Море позитива. Для молодежи, мне кажется, лучше не придумать. Всевозможные флэш-мобы давно стали неотъемлемой частью культурной жизни пермской молодежи. Самые масштабные – День мыльных пузырей, парад зомби и парад супергероев. Очередной, кстати, состоится уже в июне. Александра Михеева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.